Ну да, один из его охранников, который сотрудничал с Федеральной службой охраны, который бежал за границу, он потом рассказывал о том, как Путин, собственно говоря, выбирает охранников и что он не доверяет даже собственным телохранителям. Брежатый фамилия этого беглого охранника. И вот он говорил, что Путин мало того, что сам выбирает все телохранители, так еще и ставит им четкие условия. Условия такие, что нельзя пользоваться смартфонами, нельзя разговаривать друг с другом, между собой охранники не могут. У них забирают паспорта, перед входом в резиденцию сканируют определенным образом рентгеном, как я понимаю, их тела, для того, чтобы они не могли пронести, грубо говоря, что-то, чем можно, получается, убить Путина или заложить какую-то взрывчатку. Уж я не знаю, тут уже каждого своя фантазия. Как вы думаете, вот действительно, если брать за данность вот эти слова этого охранника, почему Путин так относится даже к собственным телохранителям? Ну, кому-то же он, наверное, доверяет, а кому доверять, как не тем, кому платят наверняка огромные деньги за то, чтобы тебя охранять? Ну, то, что он никому не доверяет, это вообще известно. Знаете, в нашем возрасте уже мало кому доверяешь, это абсолютно, а тем более, если ты давно в политике и знаешь методы спецслужб, то первая заповедь и у политика, и у сотрудников спецслужб никому не доверяет однозначно. И в этих условиях вот поэтому он и предпринимает такие меры. Кроме того, я всегда подчеркиваю о том, что у него серьезное психическое заболевание, шизофрения. Все думают, что шизофрения – это вот что-то в колпаке ходит, там какие-то невероятные глупые вещи совершает человек. Шизофреник достаточно хитрый, и когда он зациклен на какой-то цели, он предпринимает очень сложные схемы, коварные схемы для того, чтобы достичь своих каких-то целей, там шизофреник с манией преследования, значит, совершает полностью объем каких-то мероприятий и прочее, прочее. Поэтому Путин выглядит совершенно нормально, но с учетом моего опыта общения с шизофрениками многочисленного, я вижу, что у него достаточно тяжелая стадия шизофрении. Но тут же вот как раз еще история такая появилась свежая, которая может говорить о состоянии психики у Путина, причем даже не в данный момент, а еще даже ранее. Вот друг Беруускони и бывший итальянский сенатор Фабрицо Чикитто рассказал итальянским медиа о том, как ездил с Беруускони и с Путиным на охоту. И вот он говорит, на моих глазах Путин убил двух косуль, потом прямо на месте одну из них четвертовал, вырезал ей сердце, и приказал помощнику подать ему деревянный поднос, положил на него окровавленный кусок мяса и дальше цитирую, сказал, это будет необыкновенная еда. Конец цитаты. Этот друг Беруускони говорит, у меня был шок, я спрятался за деревом, меня стошнило от того, с каким хладнокровием Путин просто на моих глазах достал это еще сокращающееся сердце. Вот, когда слышишь такие истории, похоже на какой-то фильм ужаса, когда понимаешь, что этот человек, о котором говорят, руководит ядерным государством, как-то становится не по себе. Вот в целом эту историю вообще прокомментируйте, пожалуйста. Ну, сложно комментировать такую историю, конечно, она для публики совершенно интересна. Я наблюдал Беруускони. Беруускони очень дружил с Назарбаевым. В то время я служил в службе охраны президента, и вот мы были тоже на охоте, в Боровом, охота на гусей, как я сейчас помню. Огромное количество гусей было расстреляно с помощью службы охраны и, собственно, Назарбаевым и Берлускони. Поведение очень своеобразное на отдыхе. Люди расслабляются. Тот же Берлускони вел себя очень необычно. Он такой, очень энергичный в то время, словоохотливый был. Он прям в нем жизнь, темперамент все время бурлила. И ему очень нравились вот такие необычные, необычное поведение партнера там. Вот в частности Назарбаева, в вашем случае Путина. Когда Назарбаев это прекрасно видел и понимал, и он то необычное что-то, кульбит какой-то сделает телодвижение, у него интересно. Тот запоет песни, у него хороший голос был. И вот эти вот вещи, они Берлускони очень импонировали. Ну и, соответственно, видимо, Путин там старался перед ним показать, насколько он необычен. Я по-другому не могу прокомментировать это. Слушай, ну потрясающе интересно, друзья. Ну, думаю, теперь уж точно надо лайк этой беседе ставить. Где вы еще такие истории услышите, как не здесь. Давайте теперь о серьезном еще поговорим. На самом деле действительно тревожные вот эти новости по поводу проведения ядерных испытаний. Впервые с момента развала Союза Путин сказал взорвать, получается, на территории России ядерную бомбу. Для того, чтобы провести эти испытания. В Министерстве иностранных дел не скрывают, Министерство иностранных дел России не скрывают, что это такая срочная реакция. Это же учения не запланированные были, экстренные. Что это реакция на заявления, которые звучат с Запада. Песков, пресс-секретарь Путина, четко назвал эти две страны. Это Франция и ее президент Макрон, который говорит о перспективе размещения российских войск в Украине в случае прорыва россиянами, ну, линии, скажем так, линии фронта. И второе заявление, это заявление министра иностранных дел Соединенного Королевства Кэмерона, который сказал, что Украина имеет право наносить удары по территории России с применением английского оружия. И теперь, мол, Соединенное Королевство это полноценный участник войны. Вот такое заявил Песков. Как вы считаете, да, вот, ну, это же расчет напугать, наверное, эти ядерные испытания. Получится ли? Как отреагирует мир на это? То есть какого-то же эффекта они от того, что проводят эти испытания и четко говорят, что это реакция на заявление? Какого-то же эффекта они ожидают? Да, заявление со стороны России уже вышло. Южный военный округ России проводит учения. И в рамках этих учений планируется ограниченное испытание соответствующей ракетной техники. Но я не думаю, что они будут вооружены тактическим ядерным оружием. И взрывать на своей территории достаточно опасно тоже и для самой России. Хотя есть там у них горячие головы в лампасах и в погонах высоких, которые, конечно, могли бы пойти на такое. Меня заинтересовало интересно то, что именно Южный военный округ – это Кавказ и граница Казахстана. И, соответственно, появились там определенные перемещения вооруженных сил Российской Федерации. И это достаточно интересно. Почему не западный военный округ, а именно южный военный округ? Ну, видимо, тут идет какая-то внутри Министерства обороны России какая-то игра. Пока непонятная. Но, во всяком случае, Казахстан должен готовиться, Кавказские республики должны готовиться к возможным каким-то провокациям со стороны Российской Федерации. Это достаточно серьезная вещь и угроза. Ну, а сам факт испытания тактического ядерного оружия, о котором заявило руководство России – это очередная пугаловка, очередной, как они смотрят, ответ на действия и заявления европейцев и американцев. Поэтому вот в таком виде они осуществляют ответ. Тут же просто, понимаете, главный вопрос, как отреагирует на это Запад, понимаете? То есть получится ли напугать, скажем так? Да, они же хотят, чтобы, получается, больше ни Макрон таких заявлений не делал, ни Кэмерон. Типа, посмотрите, мы уже испытания проводим. Вот сработает ли эта тактика? Нет, не сработает, потому что уже практически все красные линии перешли. Обе стороны, Европа и Россия, все красные линии уже перешли абсолютно. И идет постепенно оценка возможностей как Российской Федерации, ну, а возможности Европы. Россия, насколько ей известно, спецслужбам России, насколько известно, они прекрасно понимают. Ответ будет очень страшный. Это будет совершенно неприемлемый для существования Российской Федерации ответ. Поэтому тут подсчетов не должно быть. Все вот считают, там, Европа, Америка очень вяло реагируют на агрессию в Украине. Да, исходя из собственных возможностей, исходя из реакции собственного населения, идет такая, может быть, тягомотина, и мы прекрасно это видим. Но в случае обострения правильное заявление и Камерона, и Макрона, и всех других лиц, которые предупреждают Россию, что будет очень плохо. Ну, вот о заявлениях Макрона тут же в России действительно и на федеральных каналах настоящая истерика, и распространяют такие пропагандистские ресурсы, как Russia Today, информацию со ссылкой на одного из отставных американских военных, что якобы часть французского контингента, ну а именно иностранный легион Франции в количестве полторы тысячи бойцов уже находятся на территории Украины, мол, это в первую очередь артиллеристы и разведчики, и они уже воюют. И вот обсуждается это все в ключе, что Макрон мог бы, например, отправить в Украину представителей вот этого французского легиона, так как там люди не являются гражданами Франции. То есть, вот, это не будет, вот, можно было бы сказать, да, но это же полноценно, значит, не граждане Франции, поэтому Франция как бы в войну вроде как полноценно не ввязывается. Вот, в общем, сейчас обсуждается размещение на территории Украины именно вот этого иностранного легиона французского. В целом, как вы вот к такой перспективе относитесь, да, вот как вы думаете, насколько это реально, насколько слова Макрона могут в итоге стать реальностью, а не просто политическими заявлениями, ну и, скажем, какие части, да, какие, какой род войск может использовать Франция для этого размещения, какой был бы самый логичный? Я не в курсе, что там Франция делает, и не знаю, кто находится в Украине, но по моим данным российские спецслужбы располагают информацией о рекогнистировке французских военных из легиона, которые находятся на территории Украины. Это информация чисто спецслужб Российской Федерации, в частности, СВР. И они оценивают, что это не просто какие-то угрозы со стороны Франции, не просто какие-то политические там заявления, игры информационного характера. Россия, российские спецслужбы оценивают это как реальное движение французов в сторону размещения вот этого иностранного легиона на территории Украины. Вот у меня только такая информация. Ну что ж, не зря в Одесской области недавно переименовали в ходе декоммунизации один из населенных пунктов в Шампань, потому что именно там жили выходцы из Франции в свое время, именно из провинции Шампань. Поэтому Украине теперь тоже есть своя Шампань. И, в общем, кто бы после этого будет отрицать, что мы здесь ждем французских военных, которые будут помогать нам бороться против России, вот вам аргумент, что вы не правы. Давайте на финал, господин Мусаев, еще одну довольно тревожную тенденцию обсудим. Значит, посчитали исследователи, что в 2023 году расходы мировые на оборону просто достигли рекордного исторического максимума. Никогда еще страны не тратили так много денег на войны или на подготовку к ним. Украина в рейтинге стран, которые больше всего тратят на оборону, находятся на восьмом месте. Россия на третьем. Но все равно эти расходы постоянно растут. Даже в Европе мы видим, что вот как Трамп хвастался тогда и говорил, посмотрите, стоило мне лишь пригрозить, что Америка не будет защищать Европу, как все начали больше 2% собственно ВВП тратить на оборону. Не знаю, связано ли это с Трампом, но кажется, что это больше связано с Путиным. И как-то именно из-за того, что глядя на абсолютно уже обезумевшего диктатора, Европа должна готовиться к войне и она правильные выводы делает. Как вы считаете, да, вот с чем связан вот этот исторический скачок расходов на оборону в мире? Ну и, скажем так, можно ли сказать, что в Европе вот эти розовые очки о том, что да нет, глобальной войны с Путиным не будет, Путин на это не пойдет, что эти розовые очки уже давно сняты? Или не давно? Да, розовые очки давно сняты, однозначно это. Если мы видим в информационном поле какие-то заявления вот этих полезных, как говорится, идиотов и проплаченных политиков и журналистов о том, что надо бояться России, надо дружить с Россией и прочее, прочее, но это все совершенно наносное. Оно не определяет текущую политику, текущее движение Европы и Соединенных Штатов и Великобритании в сторону укрепления безопасности, собственной безопасности, европейской безопасности. И в этом плане, значит, вы совершенно правильно приводите огромные цифры о том, что увеличиваются расходы на безопасность, на оборону практически по всему земному шару. И даже Юго-Восточная Азия интенсивно закупает оружие и строит собственные заводы. Поэтому очень идет интенсивная милитаризация и экономики, и настроений населения. Все это идет. И главная причина, конечно, это первая причина, это вот эта агрессия России против Украины. Это основное. Да, и Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, которая была с октября прошлого года, началась она, тоже повлияла сильно на всю ситуацию. Дестабилизация идет. И очень важный визит сегодня Си Цзиньпина во Францию и в другие европейские государства будет продолжение. Идет сверение стрелок именно для того, чтобы приостановить вот это, остановить вот эти войны. Движение к миру очень важно. Я думаю, что и Китай постепенно, он будет, так сказать, понимать, что та авантюра, на которую они смотрели со стороны, на путинскую авантюру против Украины, они прекрасно сегодня уже постепенно понимают о том, что эта авантюра окончится крахом. И во Франции, и в других европейских странах ему четко разъяснят эту позицию. Да, возможно, в Венгрии там будут разговоры какие-то в пользу, в поддержку Украины, но это уже не важно. Сверение, сверка стрелок между Европой и Китаем очень важна сегодня, и она должна привести к определенному положительному результату. Просто правда, вот как символично, что Россия грозится ударами ядерными по Парижу и Лондону как раз в те дни, когда в том самом Париже находится лидер Китая Си. Вот Китай все еще является тем ограничителем для Путина, например, в контексте именно применения ядерного оружия? Он является полнейшим, так сказать, ограничителем. Если Китай пожелает, будет очень-очень больно России, если Китай, значит, будет координировать свою экономическую хотя бы деятельность с Европейским Союзом. Эта координация ударит сильно по России, и Россия очень зависит сегодня от Китая. И вот то, что, как Макрон заявил, Китай пообещал не представлять России продукцию двойного назначения, тем более вооружения каких-то, это важное заявление. И в этом направлении, как я уже в предыдущих эфирах говорил, Китай постепенно с его вот таким медленным, что ли, политическим курсом, он постепенно встанет на полнейший нейтралитет хотя бы. Очень важно сегодня полный нейтралитет Китая не поддерживать ни в каком виде. Ну ладно, дипломатически они пусть поддерживают там этого, принимают Путина в этом месяце собираются, но именно экономика очень важна. Экономическая поддержка Китая в отношении России очень важна для России, поэтому то, что сейчас идет такое сдавливание и банковской системы Китая, и вот то, что двойного назначения обещают не представлять, очень важно.